Лошадей на соревнованиях было чуть меньше, чем наездников. Объясняется такое несоответствие просто. Некоторые из четвероногих участвовали в двух, а то и в трех заездах, подставляя свои спины под разных седоков. Среди таких трудяк и десятилетний аванс. Его делили Вика и Ксения. У каждой спортсмена к этому красавцу свой подход. Веришь, что конь читает мысли, а не чувствует мысленно человека. И мысленно ты тоже с конем разговариваешь, говоришь ему, вот мы прыгнем, мы сможем это сделать, мы сможем занять, все хорошо будет. Хорошо получается не всегда. За любую ошибку судьи строго наказывают. Не важно, кто виноват, человек или лошадь. Последние, кстати, не просто выполняют приказы наездников, а сами стремятся к победе. Все-таки это соревнования между разными лошадьми. И они прекрасно это все понимают, на что они идут. Они нервничают, они иногда погыгыкают друг другу. И то, что всадники знают, ага, нужно тебя победить. Я знаю, что ты меня сильнее, но я тебя как бы сделаю, как бы так сказать. Если аванс и хотел победить, то бурно своих эмоций не проявлял. Причиной этому послужил, во-первых, его нрав, он очень спокойный и добрый. А во-вторых, многоопытность жеребца. А аванс, как говорится, универсальная лошадка. На соревнованиях он превосходный конкурный конь. У себя в клубе работает в программе и по терапии. И практически каждый день совершенно спокойно катает таких же неопытных наездников, как я. Сочетание таких способностей уникально и редко встречается в конном спорте. К сожалению, победу ни одна из 16-летних наездниц аванса на прошедших соревнованиях не завоевала. Но у них еще все впереди. При хорошем уходе и содержании такой конь может участвовать в конкуре еще минимум 10 лет.